Добрый вечер, уважаемые студенты! Вашему вниманию доставляется видеолекция по дисциплине региональной геологии геотектоника на тему основные понятия геотектоники, строение тектоносферы, литосферы земной коры, главные геотектонические единицы континентов и океанов и геотектонические циклы эволюции земной коры по дисциплине региональной геологии геотектоника. Я являюсь автором данной видеолекции, меня зовут Ковбаева Емманулеметовна, я старший преподаватель кафедры геологии разведки и месторождения полезных ископаемых Карагандинского технического университета. План лекции внутреннее строение земли, главные структурные элементы земной коры, структура океанической коры и структурой континентальной коры. В принципе, все эти понятия, терминологии вам знакомы, мы это проходили на ранних курсах, но по данным дисциплине мы с вами более детально изучим данные структуры, более детально остановимся на процессах, условиях образования земной коры, для чего мы это все делаем, для чего мы изучаем так конкретно и детально все эти структуры, поскольку именно тектонические процессы приводят к образованию месторождения полезных ископаемых. Если мы правильно будем устанавливать закономерности размещения месторождения полезных ископаемых, основу область на тектонических факторах, магматических, структурных факторах, рудоконтролирующих факторах, то есть рудопроявлений, то мы правильно сможем с вами прогнозировать месторождение полезных ископаемых. Поэтому я прошу вас очень внимательно относиться к данному курсу и очень внимательно изучать данную дисциплину. Общая структура планеты Земля. Ну, я думаю, что это в принципе для всех известный факт, что из каких оболочек состоит наша с вами Земля, то та самая главная часть, которая нас интересует, это часть, начиная с земной коры и ниже. Все, что находится ниже. Та часть, то, что расположено в верхней части Земли, то есть над земной корой, мы с вами это изучали еще в школьные годы по дисциплине географии, да, поэтому я сильно на этом останавливаться не буду. Вот все, что нас интересует, это земная кора, верхняя мантия, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Все эти процессы, которые происходят для формирования земной коры и месторождений, начинаются в этих пределах. Все горячие мантийные потоки поднимаются вверх, по верхней мантии к земной коре. Что такое литосфера? Литосфера от греческого слова «литос» – камень, и сфера – это шар, да, твердая полочка Земли, состоящая из земной коры и части верхней мантии. Нижняя граница литосферы Земли нечетко и определяется резким уменьшением вязкости пород, понижением скорости распространения сейсмических волн и увеличением электропогодности пород. Эта область получила название астеносфера. Астеносфера является верхним пластичным словом верхней мантии Земли. Астеносфера – слой пониженной твердости, прочности и вязкости в мантии Земли. Астеносфера находится в верхней части мантии, но ее верхняя граница – всюду глубже нижней границы земной коры. Под океанами на глубине около 50 км, под материками – около 100 км. Нижняя граница астеносферы находится на глубине 250-300 км. Астеносфера – это основной источник магмы. Считается, что физические свойства вещества астеносферы связаны с его аморфным пластичным состоянием. Движение вещества в астеносфере – одна из важнейших причин горизонтальных и вертикальных тетанических движений – магматизма и метаморфизма в земной коре. Граница между литосферой и астеносферой может лежать на глубине от 4 подриптами до 200 подкратами километров. В составе литосферы земли выделяют подвижную область – это складчатые пояса и относительно стабильные литоплатформы, которые перемещаются по астеносфере. Я как-то вам даже уже говорила на предыдущих курсах, что литосфера разделяется на блоки, на литосферные плиты. И эти плиты как будто плавают по астеносфере. Астеносфера, если ее сравнивать с вам более знакомыми веществами, можно представить от нее такое желеобразное пластинчатым веществом. И вот литосфера как будто бы плавает за ней, то погружается, то поднимается. Вертикальный разрез земной коры представлен на данном рисунке, и вы можете увидеть, что здесь на данном рисунке представлен вертикальный разрез земной коры. Мы с вами хорошо видим саму земную кору, которая представлена осадочным слоем, гранитным, и базальтовым слоем. То есть до конца базальтового слоя это и является континентальной корой. Здесь как раз-таки отличие континентальной коры от мирового... не от мирового океана, а от океанической коры. Это то, что в континентальной коре присутствует осадочный слой. Земная кора – внешняя твердая оболочка земли, ограниченная снизу разделом махаройщи. То есть граница мохо – это та граница, которая разделяет земную кору от астеносферы. Внешне земной коры располагается мантия, сложная породом ультра основного состава. В вертикальном разделе земной коры уделяются три слоя осадочных. Гранитогнейсовый или гранитный, его еще называют, и базальтовый. По наличию или отсутствию гранитного слоя уделяют два основного типа земной коры. Это океанический, как я вам уже сказала, в котором отсутствует гранитный слой, и континентальный. В нем присутствуют все три слоя. Вот он, континентальная кора, здесь представлена океаническая кора. Строение океанической коры. В вертикальном разрезе сверху вниз уделяются три слоя. Это осадочный, показаны его размеры, базальтовый и базитовый, сложные основными и ультра основными породами. Базитовый слой многие следователи включают в состав базальтового слоя. Основные тектонические элементы океанической коры – это средина океанических репты, сок, обессальные равнины, микроконтиненты и трансформенные разломы. На данном рисунке показан обобщенный профиль на океанах по Леонтьеву. Здесь мы видим, представлен уровень океана. Здесь вот возвышенности – это средина океанических хребты, которые образуются в зонах спрейдинга. Островная дуга – это шерф материковый. Также глубоководные желобы. Обычно это все происходит в зонах субдукции. Ну и само ложе океана. Средина океанических хребтей на картах земной коры выглядят таким образом. Вот здесь они представлены. Средина океанических хребтей представляет собой сеть хребтов, расположенных в центральных частях всех океанов, и сушаются над обесальными равнинами на 2-3 километра. Общая протяженность хребтов – более 70 тысяч километров. В этих структурах происходит образование новой океанической коры и процесс спрейдинга. Ну здесь тоже хорошо видны все эти срединоокеанические хребты. Здесь также показаны структуры, глобальные структуры земной коры, но к этой карте мы с вами вернемся позже. Так выглядят срединоокеанические хребты с космоса. Вот эти линии разлома. Это та часть земной коры, здесь происходит возрождение океанической коры, то есть это часть более молодая по сравнению с окраинами океанической коры. То есть отдаление от срединоокеанических хребтов, возраст пород увеличивается. Строение срединоокеанических хребтов по Корсакову. Здесь видите основные элементы строения срединоокеанических хребтов. Центрально-рифтовую зону, гребневую, зону флангов, обесальные равнины, по краям. Осадки обесальные равнины. Это слой базальтовый слой, то есть океаническая коры, только базальтовый слой. Свежие базальты, магмоподводящие каналы и разрывные нарушения. Тектоника срединоокеанического хребта, раздвигание океанических пылей, это спрейдинг. В зонах спрейдинга, когда две океанические коры от друг друга начинают раздвигаться, базальтовые магмы, базальтовые лавы выходят на поверхность и начинает зарождаться новое океаническое дно. Здесь происходит зарождение океанической коры. Фланговая зона в этой части срединоокеанических хребтов, гребневая зона или осевая рифтовая долина вот ровно по центру вот этой рифтовой долины. Ну и также здесь фланговая зона. Обязательные равнины и океанические платформы занимают пространство между срединоокеаническими хребтами и континентальными подножиями в ложе Мирового океана в глубинах 4,6 км. Характеризуется равнинным рельефом, который может осложняться луканическими поднятиями, хребтами, как лавинами. Основные черты рельефа по поверхности Земли. Но здесь, в принципе, хорошо показаны на данном рисунке все эти структуры. Океаны и даны условное обозначение. Срединоокеанические хребты, оси средних хребтов, обессальные равнины и глубоководные котловины на окраинах и внутренних морей. Крупные подводные поднятия ложе океана. Крупные подводные поднятия ложе океана подстилаем континентальной корой. Микроконтиненты еще их называют. Вулканические архипелаги. Вулканические архипелаги, погруженные ниже уровня океана. Глубоководные желобы. Вот восьмерочкой. Девятое — это островные дуги. И десятое — это трансформные разломы. 11-20, здесь это континенты. То есть 11-15 на данном моменте — это континенты. Но 15-20 — это дана структура континентальной коры, представленная на следующих слайдах. Микроконтиненты. Изолированные блоки континентальной земной коры. Содиры кронитный слой средиокеанической коры. Примерами могут быть Мадагаскар и Сейшевские острова в Индийском океане, Платорако в Англистическом океане и Норклук в Тихом океане. Трансформные разломы, крупные разломы, пересекающие серединоокеанические хребты и переходящие в обе слайдные равнины. Морфологический тип разлома в сдвиге, сбросе, сдвиге ревлеев и дна океанов могут представлять уступы и ущелья высотой до первых километров. Океанические континентальные окраины. Представляют собой зоны сочленения территории океанической континентальной земной коры, имея земную кору промежуточного типа. Подразделяются на пассивные окраины и активные окраины. Принципиальная схема строения пассивной океанической коры представлена на данном рисунке. Такой тип разреза характерен для западной и восточной окраины Монтического океана и западной окраи Индийского океана. Также будут представлены континентальная кора и океаническая кора, обесальная котловина в этой части, континентальное подножье и континентальный шею. Схема строения активной континентальной окраины. Здесь представлены континентальная кора и океаническая кора, то есть зонах стоп-докции, когда океаническая кора погружается под континентальную кору. Что же происходит в это время? Начинает образовываться глубоководный желоб в этой части океана, предвулканическая дуга, преддуговый прогиб и вулканическая сама дуга. В зонах спрейдинга и субдукции тот же самый спрейдинг и субдукция. То есть в этой части, когда океаническая кора разрывается, на две части из нее выходят базальты, в этой части океаническая кора погружается под континентальную кору. Спрейдинг растягивает, с английского слова spread, процесс раздвигания океанических альтосферных плит относительно сатина океанических хребтов. И субдукция от латинского слова sub-pod, для активовведения, подвигания океанических плит под континентальный, под глубинными разломами и зонами бениоза. Ну и здесь представлены схемы движения океанических плит. Что происходит? В этой части идет погружение, в этой части идет разрыв, также в этой части погружение. Карты землетрясений действующих вулканов мира. Ну, то есть здесь показаны все те зоны, где на данный момент происходят землетрясения и действуют вулканы. Большинство землетрясений и действующих вулканов приурочены в зону крупнейших возрастных нарушений. То есть это середина океанических лифты, зоны с индукцией и внутри континентальные лифты. Теперь мы переходим с вами к изучению основных структур элементов континента. Общая характеристика континентальной земной коры. К ним относятся в вертикальном разрезе выделяются три слона осадочный, гранитный, подальше того. Кораница между осадочным и гранитным слоном называется разделом комрада. Мощность континентальной земной коры 30-80 км. Наибольшей мощностью характеризуются горные районы. В составе континентов выделяют платформы складчатые пояса области. Другое название аккреционно-складчатые области. Шельф зоны океанов имеет континентальный тип земной коры. Стрене платформ. В вертикальном разрезе платформ выделяются два этажа. Складчатый метаморфический фундамент, осадочный чехол. Платформы, имеющие таким близкий фундамент, называются древними лекратами. К ним относятся североамериканская, восточноевропейская, сибирская и априканская. Платформы, имеющие более молодой возраст фундамента, каллигонский, лекарцинский, а также лизозойский фундамент, называют молодыми. Западно-сибирская, кивская, куландская. При описании молодых платформ, их название добавляется приставка эпикаллигонская, эпикарцинская. Вы обратили внимание, декембрийские платформы, которые имеют декембрийский фундамент, восточноевропейская, например, она есть на территории Казахстана. То есть западная часть, прикаспийская синикли, захватывает часть восточноевропейской платформы. А также западно-сибирская и туранская плита, это эпикарцинские плиты, они тоже есть в территории Казахстана. Характерные особенности платформ это слабо расчлененный рельеф, небольшая амплитуда и скорость вертикальных тонических движений, горизонтальное и слабо наклонное извлекание пород, местами нарушенные с кладчатыми разрывными дислокациями, специфичность и выдержанность по площади геологических формаций садочного чехла морская, карбонатная, красноцветная, обломочная, эпапоритовая, обломочная, морская, континентальная, траплая. Обычно слабое проявление магнетизма в ряде случаев в связи с теплономагнетической активизацией, широкого развития вулканитов, основного состава, витепа, кровь, силах, дайк, трубах, врубом, ну и отсутствие метаморфизма осадочного чехла. Вот восточноевропейская платформа, часть которой входит на территорию Казахстана. Здесь у нас западно-сибирская плита, здесь вот она Туранская плита. Вот здесь находится урало-монгольский откладчатый пояс в этой части, который окружен древними платформами, такими как восточноевропейская платформа, сибирская и катазиатская платформы. Ну и здесь представлены уже основные черты рельефа поверхности Земли, континентальной коры. все, что один, десять условное обозначение мы с вами разбирали на предыдущих слайдах. Это те структуры, которые относятся к океанам, континентам. Здесь представлены вот одиннадцать, пятнадцать горные хректы, одиннадцать возникшие над зонами субдукции, двенадцать возникшие в зонах коллизии, внутриконтинентальные телеколлизационные происхождения четыре сакраина континентальные, пятнадцать хректовые, шестнадцать плоскогория, семнадцать динозационные равнины, восемнадцать дизменности, девятнадцать шельф и эпиконтинентальные моря, двадцать это покровы льда. Ну и вот если брать территорию Казахстана, Адамикаспийское море, это Урало-Монгольский складчатый пояс, здесь у нас восточноевропейская платформа, да, здесь, здесь, так, и вот вы можете посмотреть, допустим, те вот одиннадцать, двенадцать, возникшие в зонах коллизии или возникшие над зонами субдукции. Одиннадцать такая более коричневая, двенадцать, здесь у нас такая более темная. Здесь вот показывается, что в зонах коллизии, то есть сама часть Урала-Монгольского складчатого пояса, возникновение ее в зонах Казахстана, вот сначала северная часть, которая входит в западную часть Казахстана, образовался за счет столкновения. Вообще считается за счет Урала-Монгольских пояс за счет столкновения трех древних платформ. Это Восточно-Европейская, Сибирская и Катазиатская платформы материков. Ну вот они, внутриконтинентальные телеколлизионного происхождения. То, что уже за счет в зонах столкновения континентальной коры. Так, Вертикальный разрез платформы по Корсакову. Мы здесь видим щит розового цвета. Это кустерический фундамент древней магматической породы, которые уже метамортизованы, измененные. Ну и осадочный чехол. Щиты это участки платформ, на которых отсутствует осадочный чехол. Например, казахский щит это весь центральный Казахстан. И плиты, участки платформ, в разрезе которых выделяется фундамент и осадочный чехол. Русская плита, западно-сибирская плита. В отличие от платформ, на плитах отставочный чехол наиболее меньше, чем на платформах. построение платформенных плит. В составе плит наиболее крупными техническими структурами являются синеклизы, крупные отрицательные структуры платформенного чехла, антиклизы, крупные положительные структуры платформенного чехла, аллакогены, линейно вытянутые впадины, ограниченные крупными разломами, пресекающие фундамент, популярные недоразвития внутреподформенные грифты. И предгорные краевые прогибы это зоны пологового погружения фундамента в сторону смертных складчатых поясов. Синеклизы, мы все знаем с вами антиклизы, то есть это выступы антиклизы, синеклизы это погружение в патию. Геологический разрез Восточно-Алипийской платформы, та часть, которая находится у нас, на территории. Здесь мы можем увидеть и синеклизы, и вот выступы в виде воронежской антиклизы. Здесь показаны протерозойские магмы, холматические породы, археепротерозойские и там орфические породы, измененные уже венцебургские осадочные породы. здесь представлены облакоген, вот он с разрывными нарушениями, рифт, рифтовой зоны. Ну и предурайский краевой прогиб, также складчатый урал. как выглядит краевой прогиб в разрезе, корной породы, складчатости, нижнепале азоиски, карбонатные отложения, сквезда и предкраевой прогиб. Мелкие тектонические структуры осадочного чехла платформы, это прогибы, впадины, мульды, зимитричные или брахиформные полуги, обычно не более 1 градус, зимикринальные структуры чехла, валы, линейные своды и купола, зимитричные или брахиформные полуги, обычно не более 2 градусов, антиклинальные структуры чехла, тектонические структуры моноклинального типа, это структурные террасы, структурные выступы, флексоры, сложные моноклинальные структуры, структура террас, структура выступов, структура флексора, но эту терминологию вы больше знаете с курса структурной геологии, Здесь она уже применяется как более глобальные тектоники, поэтому это, конечно, тоже желательно вам узнать. Трение складчатых и традиционно складчатых поясов. Складчатые пояса располагаются между древними платформами, кратенными и территориями развития океанической земной коры. Представляют собой разновозрастные поздний протерозойско-кайнозойские складчатые области, включая современные подвижники и синхрональные пояса. Клубнейшими поясами являются Калейбонский, Североатлантический, Керцинский, Ураломогольский, Кемерийский, Тихоокеанский, Альпийский, Средиземноморский. Как мы с вами уже на предыдущих слайдах я отметила, что Керцинский, Ураломогольский, Фатчатый пояс находятся между древними платформами, кратенными. В процессе их развития происходит преобразование, причинение аккреции, маломощной океанической коры, мощную континентальную. В курсе завершения развития теряет свою сподвижность и превращается в молодую платформу. В составе складчатых поясов выделяют складчатые области, отличающиеся по времени проявления органических движений. Складчатые области делятся на складчатые системы, внутренние, геосинклинальные, характеризующие широким проявлением магматизма, небольшой мощностью толще, и внешне метамиогеосинклинальные, в котором магматизм проявляется слабо. Горные породы имеют преимущественно осадочное происхождение. На данном рисунке показаны луны субдукции погружения океанической коры подконтинентальную. И здесь вот внутренняя геосинклиналь, где хорошо развитая магматизм. Не в миогеосинклинале, это наружная часть синклинали, здесь уже не так сильно разливается луко низ. Вот, это все слагает в геосинклинальную структуру. Характерная особенность складчатых поясов — это корный рельеф, большие мощности осадочных пород. В отличие от платформенных, да, там, если вы помните, там более равненый рельеф. Полная складчатость преобладания линейных и прохиформных складок, широкое развитие дезинктивных нарушений, типичные осадочные форматы — яшма, кремнистовая, аспитная, гауваковая, морская, карбонатная, фишевая, флишевая, маласовая. Широкое развитие фузивных и инклюзивных процессов. Широкое развитие метаматических породов. Структурно-технические комплексы складчатых поясов. Строение складчатых поясов снизу вверх выделяет структурно-технические два яруса — это ортогеосинклинальная и эпигеосинклинальная ракемия. Ортогеосинклинальный структурно-технический ярус характеризуется широким развитием осадочных и уконогеносадочных корных пород, интенсивная смята в сложной лиминейной складке, разорванная большим количеством ватронных нарушений, кипоргомных интузивно-разнообразного состава. Эпигеосинклинальный ракемия на структурно-технический ярус характеризуется меньшей мощностью стратифицированных толщин, сформировавшихся в небоглубоких бассейнах, подгорных и межгорных патинах. Основные элементы складчатых поясов по Костакову — ортогеосинклинальный структурно-технический ярус, эпигеосинклинальный ракемия на структурно-технический ярус, вулканы, гранитные интузии и надвиги. Структурное расчленение складчатых поясов и нервной источнической последовательности — это ЭПГ и МИУГИОСинклинальный системы, срединые массивы — мегаантиклинорль и мега синклинорль, антиклинорль и синклинорль, — мегаантикли Jay & синклининльи и мега синкли〃ае — антиклиналь и синклиğini пятого порядка, — шестого, — седьмого порядка. В разном порядке глубинные разломы, начиная с наиболее крупных бывших ломбиньев и раздвигов среднеокемических хребтов. Ну и срединый массив в структуре складчатого пояса. Складчатый пояс – это фундамент срединного массива, чехол срединного массива, ну и разрывные нарушения. На этом лекция закончена. Вот эти контрольные задания, которые я хотела бы, чтобы вы выполнили в письменном виде и отправили через платформу Zoom. Всем спасибо за внимание, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.